О господи. Даня Милухина извинится перед Стоуном за все слова. Инстасамка отказалась пускать Хилми на свой концерт. Хесус лишился башни, Клава Кока нашла любовь на телеке, а на Мистера Биста подали в суд из-за бургеров. Да ладно. Всем привет, ребята, и это... Ура! Мы вернулись! Легенда! Топчик, да. Ты не думал заказать кулировку своей вытеной Сергея Бабиджона? Всего одной спонтанно вкинутой фразой Хесус заставил весь интернет говорить о себе. Ну не Хесус, а Милстрой, ну ладно, в принципе. Так, тоже можно сказать. На очередном стриме ему припомнили моменты старого интервью на вписке, где он говорит, что рано или поздно... Бля, человек какой-то пожеванный нахуй там. Вроде в Москва-Сити жил, а выгляжу как... Я не знаю. Сейчас свежий такой, здоровый, блядь. А там, я не знаю, какой-то, я не знаю, как этот, блядь. Сухарик, реально, мертвый, блядь. Сухой. ...будет готов лишиться своей башни за крупный донат. Что мне тут сыбало? Тогда все обошлось без цифр, но тут встречный Леша назвал сумму в 5 миллионов рублей. Неподъемную для 99% аудитории, чтобы шансов на реализацию такого задания было минимум. К его, к сожалению, отрывок со совами попал в руки трэш-стримеру Мелстрою, который... ...тоже в этот момент вел поток. Он, не сомневаясь, зашел в форму отправки донатов и перевел 50 тысяч долларов, что примерно сейчас равно 5 миллионам. Хесус офигел от уведомления и долго не мог поверить, что это реально случилось. Ну и долго мясо, как будто бы пытаясь придумать отговорку, чтобы этого не делали. Чё, блядь? Ты чё, охренел? Ничего я не пытался мяться, блядь. Я сразу сказал, окей, всё, делаем. Чё ты рассказываешь? Не было такого, в смысле не делать. Я сказал, за 5 лямов сделаю. 5 лямов пришли, всё. Вообще ни разу. Я просто в аху... Какой факт? Ебать, нахрюк какой-то жёсткий. Но по итогу, чтобы не быть пустосовым, купили... ...машинку для бритья, процесс начался. Ой, блядь, ой, блядь. От башни не осталось и следа через полтора часа после перевода. Пока реально непривычно видеть Алексея, по сути, без половины главы. Но всё не так плохо. Правда, ему напридумывали кучу мемов, сразу стали называть Лысусом. Эй! Также приделывали его лицо к всевозможным картинкам и фильмам с названием Безбашенной. Ой, блядь. Сегодня свой первый в жизни день рождения. Если я Лысус, то кто-то на каша, блядь. В жизни отмечает один из популярнейших блогерских детей, Тим Лорионов. На протяжении уже года мы с вами наблюдаем, как он из маленького комочка растёт. Кашус. Лысяша. Счёт развивается, начинает самостоятельно ходить и разговаривать. Димас и Аня подготовили какую-то масштабную праздничную вечеринку, куда пригласили всех самых близких друзей и родственников. Да похуй, Господи! Вот после вот этой вот новости про Лысину Хесса, всё остальное выглядит как какая-то чушь, вообще неинтересно. Он её, конечно, через несколько лет даже не вспомнит. Но зато останутся записи, которые можно пересмотреть, и эмоции у родителей, что тоже дорогого стоит. 21 год назад в этот день также родился Диппенс, встречавший полночные потоки. Чё Диппенс, готов лысым стать? Его тоже завалили донатами, не такими суммами, как у Хессуса, конечно, но... Но там были более ценные сказанные слова с тёплыми пожеланиями, счастья и других благ. Также фантом Вани постарался и забацал большой видос, где множество людей из его окружения сказали кучу приятностей в его адрес. Успела залезть кадр и вот это пушистое создание, которое мы не должны были увидеть. Всё потому, что Диппенс пока не знает, сможет ли его оставить. Квартира сейчас не личная, а съёмная, и большинство хозяев против нахождения там животных, так как они могут испортить что-то из... Угу. За шо Диппенс? ...мебели и ремонта, а контролировать это невозможно. Клава Кока начала активно рекламить выход своего первого реалити «Сердце Клавы», где 26 мужчин со всей страны будут бороться за её сердце. Что, блядь? Съёмки уже завершились, идёт монтаж первых выпусков. Но певица раскрыла главную интригу, что всё же смогла там влюбиться и найти вторую половинку. Да ты шо? Она заверяет, что сейчас именно с ним находятся в путешествии, чувствуют себя счастливой и хочет поскорее показать, как у них всё развивалось. Если всё так, и эта парочка в итоге станет полноценной семьёй с детишками и прочими радостями, безумно рад за Клаву. Но внутри всё же остаётся небольшой скепсис, что это лишь игра на публику, чтобы были хорошие рейтинги шоу. Либо через какое-то время они погрузятся в бытовую рутину, весь романтик реалити уйдёт и они расстанутся. Это лишь стандартные сценарии судеб после телека, что же будет на самом деле, узнаем через пару месяцев. Иногда творческим людям необходима пауза, чтобы многое преосмыслить, вынести уроки и весь этот опыт преобразовать во что-то новое. Так получилось с финалистом песенного шоу «Голос» с Антоном Токаревым. Кто это? Он самый, который исполнил и выпустил рок-кавер на песню группы «Хай-фай» седьмой левисто. Вы узнаете? Не знаю. И чё, блядь, он спел песню и на отдых пошёл, шо ли? Или чё? Не понимаю. Я 11 лет хуярю без паузы, блядь. А ты песню спел, попрыгал на сцене и всё, что ли, блядь? Плакать пошёл. А также подарил вместе с Вербе новые дыхания композиции Татьяны Булановой «Ясный мой свет» и много других хитов. Антон больше полугода не выпускал нового материала, так как переживал тяжёлое расставание, где он сделал выбор в пользу себя. Внутри произошла трансформация, которая подействовала на его видение жизни и музыки. Токарев решил открыться и поделиться своей историей через лирического героя, который в какой-то момент устает тянуть, как потом оказалось, токсичное отношение исключительно на себе. И ставит красивую точку раз и навсегда для начала чего-то нового. Мистер Бист на фоне очередных успехов в карьере, он всё же занял второе место по подписчикам, а также его последний ролик с выживанием на плоту побил мировой рекорд по набору просмотров за 24 часа. Получил судебный иск на 100 миллионов долларов. Сейчас идёт большое разбирательство по спорному вопросу сети бургерных Джимми, открытая под его именем. Но рулят бизнесом совершенно другие люди, он лишь выступал медийным лицом. Последние полгода к нему стало поступать всё больше жалоб, что еда в этих фастфудных низкого качества, зато ценник приличный. Бисту надоело это терпеть, поэтому он обратился в суд первым, чтобы расторгнуть контракт и избавиться от бремени. Руководство бургерных оперативно составило ответные документы, где обвинили блогера в том, что он намеренно подрывает репутацию заведения. Не раз нарушал правила контракта, постя публичным в Твиттер недовольство сотрудничеством и называя сделку ошибкой молодости. Из-за чего якобы продукция начала становиться хуже. Дело там не простое, всё проверять и выносить вердикт в суду придётся долго. Даже опытные юристы не могут предсказать, чем борьба Джимми с бизнесменами по итогу закончится. Но всем заведениям после такого скандала точно придёт конец. Инстасамка провела свой первый за почти два года сольный концерт в Москве. Даша приехала на площадку для чека за пару часов и сразу дала понять, что вновь будет устраивать вокальное шоу. Я думаю, все поняли, что делалось это специально. Во время же выступления всё было чуть лучше обычного, но всё равно до Селин Дион ещё далеко. Минусом пения без фонограммы ещё является необходимость знать все тексты наизусть. Хоть и у самки там не супер тяжёлое произведение, но в процессе она что-то забывала и честно признавалась об этом слушателем. Также на просторах тиктока завершился видос, где парень утверждает, что он упал в обморок. Это не связано с реакцией на вокал Даши. Его организм в целом в течение дня подавал неприятные знаки, которые под конец выделились в недолгую отключку, ничего страшного не произошло. Не смог же на всё это вживую посмотреть Хилме. Он хоть и не является фанатом, но ради инфоповода и какой-нибудь возможной выходки пойти туда стоило. Но ему то ли не продали билет, то ли не дали проходку в вип-зону, так как самка отправила его в чёрный список. Видимо исполнительница видела и помнит все ранее вкинутые шутки про неё, а также человек с такой репутацией на мероприятии несёт определённые риски. Помните отрывок стрима Дани Милохина из вчерашнего выпуска, где он прокомментировал разрыв Вали и Саши? О, а мы, кстати, с Милохиным договорились встретиться. Ну, он типа в Америку приедет и мы заколлаборируем, возможно. Вот. И назвал Стоуна неприятным словом. Почему Саша, он оказался чертом, как я и говорил. Эту запись я... Зачем? Почему нет? Коллаборанты, блядь. А почему нет? Подожди. В чём проблема? Он на лысо побреется, он уже был лысым. Но мы коллаборанты. Ой, блядь. Он долбоёб. Так почему, блядь? То, что его треки какие-то определённые, вам его не нравятся. И всё, это только поэтому или что? Я чё-то не понимаю. Не, ну мне тоже какие-то его треки определённые не нравятся, когда я на них реакцию делал. Просто я, ну, не понимаю, ещё ни одной причины в чате не написали. Я гей. Он против Украины. Кто Милохин? Против Украины, блядь? Чё, ебанулись? Это с каких пор? Он для детей видео выпускает. А я ебать для взрослых контент делаю. Вы чё, гоните, что ли? Не, вы чё-то реально попутали. Молстрой за 4 миллиона предлагает стримерши подстричься. Какой именно? Также опубликовал в аккаунте запрещена грамма, отметил Александра, после чего последовала реакция. Долго не появляясь у себя в канале, он... Блядь, ты живёшь в одной стране с супермаргиналом, но ты, нет, сука, коллабишь с этим. Ну, я и с супермаргиналом могу заколлабиться, в принципе, я так подумал, да? Просто, понимаешь, типа, по уровню развития, ну, я с Милохиным примерно одинаково. А Убермаргинал это такой, типа, ну, профессор начитанный дохуя, да? Я на фоне Убермаргинала буду сидеть как озявка, как сопля чисто свисать у него, блядь, с носа и всё. На стриме, понимаешь? Поэтому, как бы, да, мне с Милохиным будет проще намного. Я не знаю, чего вы так, блядь, на Милохина реагируете, странно. Он записал несколько кружочков в адрес обидчика. Раскрыл, что ещё после первой выходки Дани нашёл его номер, связывался с ним, хотел встретиться и всё лично обсудить. Но тот отказался и после уехал в Дубай. Но вы же Сова Стоуна сильно задели, и для него это финальная точка. Искать намеренно и продолжать как-то реагировать он не будет. Но обещать, что рано или поздно Милохин из... Убермаргинал сам же тебе отвечал, что, тем не менее, всё равно сможете найти общую тему. Да, понятное дело, я больше руфлю, конечно. Я подстримлю Субермаргинал. Мне сейчас же миллион надо подстримить, блядь. ...за поступки и Сова. Дорогой Данечка, я бы тебе посоветовал, наверное, прикрыть свой рот уже, наконец-то. Перестать хайповать на всём, чем только можно. Я обещаю... О, да, ещё один. Уже сказать ничего нельзя, хайповать на всём. Вот это мне примерно, знаете, вот напоминает, ну, то, что и мне предъявляют. ...своей аудитории, рано или поздно, этот момент настанет, когда человек будет извиняться за всё то, что он сказал. За всё, что он снял, за всё, что он из своего рта произнёс. Ебай. Извиняться? Вы увидите. Это угроза? Извинение этого человека. Опачки. А что ты сделаешь? Ты его бить будешь? Милохин, как я видел, там, ну, так, качается, чё-то даже дерётся, там, какими-то этими штуками занимается. С Моргенштерном. Ютуб наверняка не показал тебе какой-то из этих роликов. Да, он мне не показывал уже сколько? Полгода, наверное. Вот. Ну да, блядь, интересно, конечно. Ой, блядь, вспомнили детство, ребят, посмотрели его к блогера, представляете, да? Жееееесть. Жеееесть. А в США, а в США, а в США, а в США, тут есть человечная царь, а в США, 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 тут есть палки-палки.